Если в вашу жизнь ворвалась черная полоса, скажите ей все-таки нет. А если у вас самих не получается, прямо сейчас мы готовы дать несколько рекомендаций вместе с экспертом в нашей студии, психолог-консультант Галина Гатальская. В эфире программа Доброе Ранте Беларусь. Доброе утро, Галина. Доброе утро. Ну что ж, давайте начнем. Говорят, вот беда не приходит одна, и если человек попадает в эту черную полосу, то вот как-то одно соодно. Почему так происходит? Во-первых, нужно сразу определиться, что, наверное, нет на этой планете человека, который хотя бы раз, а то бывает и несколько раз в жизни, попадает в такую черную полосу. Отчего, как правило, события как снежный ком накатывают? Часто от того, что на первом этапе человек, столкнувшись с каким-то очень тяжелым событием, сдается в плен этому событию. То есть не может справиться, и вот беда... Да, и тогда получается, что появляются какие-то новые ситуации. Негативного плана, потому что уже просмотрел человек, да, уже где-то вот там остановился в том, чтобы вносить какие-то позитивные изменения. То есть появляется ощущение, что я больше не управляю своей собственной жизнью. Ну а когда не управляю, то тогда и понятно, что событие может быть уже и не единичным. Хорошо, да, но бывает что-то, что не зависит от нас, к сожалению. К сожалению, это так. Потери, болезни, может быть, какие-то зависят, какие-то нет. Абсолютно верно. Речь идет о ненормативном кризисе. К нормативному можно подготовиться. Ненормативное означает столкновение с катастрофами, травмами, ну и какими-то очень, будем говорить, судьбоносными негативными событиями. Это, например, предательство близкого человека, измена, ну, соответственно, развод, который вот-вот уже накроет. Да, да, да. Это тяжелое заболевание и так далее. И вот в этой ситуации, что очень важно для человека? Первое, определить то, что я могу изменить и могу повлиять. То есть нужно вот расставить, да, вот здесь я могу повлиять, здесь я не могу повлиять, нужно там смириться. Например, человек исчез из жизни, да, по разным причинам. Физическая смерть, да, и либо покинул его назад зачастую, когда, в том числе, когда ушел, да, к другому человеку и так далее, уже не вернешь. Вот это очень важно принять и учиться адаптироваться, жить уже без этого. В новой ситуации, да? В том числе и тяжелое заболевание. Не всякое тяжелое заболевание преодолимо, либо травма очень тяжелая физическая. И поэтому важно выделить тот спектр, на который я могу влиять. Это раз. Во-вторых, важно в этой новой ситуации переопределить свою идентичность. Ну, сложно, да? Сложно. Давайте еще раз шифруем, что значит, вот как себя... Это не значит, что вот теперь я уже ничего не стою, все меня бросили, потому что часто человек склонен к обобщениям и так далее. То есть наоборот, да, собраться, а я смогу, а я пойду дальше. А я сделаю, у меня хватит сил. Абсолютно верно, да. И когда на самом деле уходит один человек, часто отворачиваются и другие. Это, к сожалению, тоже реальность. Но очень важно для себя определить. Не значит, что уже все, конец, да? Я просто сейчас, например, без пары. И какой-то период жизни, возможно, мне придется так, в таком качестве прожить, пройти. Ну, попытаться найти плюсы. И в этом состоянии. Конечно, да. Ну, это значит, что у меня появилось больше свободы, я могу в большей степени посвятить каким-то занятиям и так далее, и так далее. Вот это переопределение себя. Следующий момент. Важно очень посмотреть, кто в моем окружении, кто остался со мной, к кому я могу обратиться за помощью. Посмотреть, какие есть позитивные примеры в моей жизни. В этом случае я могу поддержать себя теми моделями, которые могу подсмотреть у других, как они выходили из кризисной ситуации. То есть, в общем, не зацикливаться на своей беде, на своей проблеме, на своих каких-то неудачах, а пытаться найти что-то хорошее и на этом концентрировать внимание. Правильно я вас понимаю? Затем нужно строить антикризисную программу. Например, давайте разберемся. Если человек потерял работу, например. Потерял работу, да. Первое, это понятно, что и падает самооценка, и ценность себя, и денег не хватает, и много всяких разных последствий. Но очень важно сказать всем, вписать, сделать себе программу, да, где? Сообщить всему своему окружению, заинтересованному во мне, что я ищу работу, может быть, кто-то слышал. Начинать ходить на собеседование, отсылать свое резюме. Причем расширять вот как бы спектр просматриваемых направлений своей деятельности, я могла бы привести интересные примеры, как человек, ну, так вот удивительно находил новую активность и вообще становился известным человеком. Например? Например, у меня была студентка, девочка, у нее были очень большие сложности, она потеряла работу, стала искать работу, нашла удаленный вариант работы, работа с текстами. Через некоторое время поучаствовала в конкурсе с одним известным московским издательством на написание психологических текстов. Она по специальности психолог стала писать книги, это пресс-конференции в Москве, стала вообще известным человеком. И потом она сидела и думала, боже мой, как хорошо, что в тот момент был кризис, кто-то там уволил, недооценил, не поверил в меня, это раскрыло в ней новые силы. Хорошо, но вот все-таки, знаете, есть люди сильные, такие вот волевые в природе, а есть люди другого склада характера. И если человек чувствует, что он не может справиться с этой черной полосой, с этой чередой проблем, негатива в жизни, к кому лучше идти? К подружке, к соседке, к маме, к сестре? Или все-таки обращается к специалисту в данной ситуации? Вот в этой ситуации хорошим подспорьем для тех, кто пока не решил ни к кому обращаться, это дневник, например. Вести дневник? Вести дневник, где можно выплеснуть и свои чувства, то есть отреагировать их, потому что накапливается много негативных чувств, с одной стороны. Немножко систематизировать вот ту ситуацию, которая произошла, понять, проанализировать более глубоко, там же составить программу выхода, и там же отмечать уже свои маленькие победы, например. Можно и, в общем-то, рекомендуется обсудить это с заинтересованным человеком. Когда есть такие близкие друзья, это замечательно. Но другой раз не мешает обсудить эту ситуацию и с профессионалом, и обратиться за психологической помощью, и движение может быть и более уверенным, и более эффективным. Ну вот, Аксутина, правда ли это, что зачастую нам близкие говорят, ну что-то тебе вот так нужно поступать или иначе. Но когда нам это говорят наши близкие, наши друзья, наши родители, мы не всегда прислушиваемся и говорим, ай, нормально, я все знаю. Но если это скажет человек, там, коллега по работе или малознакомый человек... Или психолог. Или психолог, да, ты по-другому воспринимаешь это. Работает в данной ситуации вот такая же тема? Я хочу сказать, что другой раз все зависит от отношений, от качества отношений. Если очень доверительное отношение, уважительное отношение с родителями, то, скорее всего, человек прислушается. Если сами родители были успешны в выходе из таких ситуаций, то, скорее всего, человек прислушается. Например, для меня всегда таким примером был мой отец. И в каких-то кризисных ситуациях я вспоминала то, о чем он мне говорил. О чем говорил годы назад. Но это работает и по сей день. Да. Спасибо огромное. Спасибо, Галина. Мы благодарим нашего эксперта в студии. Психолог-консультантка Алина Гатальская сегодня помогла, наверное, всем абсолютно белорусам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в черные полосы, так называемые, все-таки сменить этот черный цвет на белый и идти по жизни с улыбкой и верить в свои силы, чего мы вам и желаем, друзья.